Привет, друзья! В данном видео вас ожидает ваша любимая рубрика «Почему нельзя победить?», в которой мы разбираем гениальные советы, как победить на предмет состоятельности и адекватности. Сегодня на мой операционный стол попали советы из фильма «Зловредный» или «Злой», о котором, наверное, мало кто из вас слышал. По сюжету этой картины, всеми любимый зеленый шелунишка Гринч стал злым и начал убивать тех жителей города Ньювель, которые посмели праздновать Рождество. «Я согласен с ними пообщаться». Гринч, он на самом деле такой злой от тоски зеленый. Нет у него качественных развлечений типа такой игры, где никогда скучать. Все везде и сразу. А у меня есть. War Thunder — это бесплатный многопользовательский экшен для ПК, Xbox и PlayStation, где наземная воздушная и морская техника сталкиваются в динамичных баталиях. Каждая боевая машина в War Thunder отличается в бою и создана с колоссальным вниманием к деталям. Технику в игре можно прокачивать и кастомизировать, а детализированная разрушаемость позволяет прочувствовать каждое попадание. Проработанная графика, физика и звук погрузят вас в атмосферу голливудского блокбастера. С последним обновлением в War Thunder стала доступна авиация Бенилюкса, включая Fokker G1A. А еще новые ракеты с активным радиолокационным наведением для улетных авиационных боев. И две новые карты «Загадочная долина» и «Берингово море» для морских и воздушных сражений. Качай War Thunder по ссылке в описании. По ней все новые игроки, те кто не заходил в игру больше полугода, получат приветственные бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю. Уникальные скины, ярость медведя, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины, неделю премиум аккаунта и другие награды. Не теряй времени, переходи по ссылке в описании, чтобы скачать War Thunder. Сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Советы, как победить, я взял у нашего любимого синема. В душе я Биара Гриллс Сэммари. Пожалуйста, да, 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 пожалуйста, да, господи, да. И прежде чем мы начнем их разбирать, давайте поговорим о самом Гринче, попутно выяснив его сильные и слабые стороны. Так нам будет значительно проще анализировать сами советы. Этот, этот, этот. Я Гринч! Гринч это шерстяной зеленый гуманоид, живущий отшельником на вершине горы. Единственным его другом является пёсель Макс, но в обсуждаемом сегодня фильме он не присутствует. Рядом с берлогой Гринча находится город Кто Град или Кто Виль, а в оригинале Хувиль. Ха-ха-ха. Сказочный долбоёб. В фильме «Зловредный» поселение переименовали в Ньювиль. Накануне Рождества наш зеленый негодяй обходит каждый дом в Кто Граде, воруя подарки и праздничные украшения. Также Гринч не прочь попортить чужое имущество и причинить незначительный вред здоровью жителей города. Все в пределах разумного, конечно же. В целом прикольный персонаж. Ставь лайк, если хочешь, чтобы Гринч пришел к тебе в гости, чтобы воровать твои подарки. И... Пощикотать, Анус. Способностей у Гринчи не то чтобы много, но зато все они внушительные. Все я перечислять не буду, лишь самые главные, необходимые для нашего ролика. Во-первых, у нашей зеленки огромная физическая сила. Он в несколько раз сильнее любого человека. А при определенных обстоятельствах может и вовсе становиться настолько сильным, что сможет поднимать предметы массой в несколько тонн. Во-вторых, Гринча нельзя убить. В него стреляли из самого разного оружия. Избивали тупыми предметами, сбрасывали с большой высоты и делали прочие добрые воздействия. Зеленому было все нипочем. В-третьих, Гринч может чуть ли не телепортироваться. Исходя из того, что он внезапно появляется где захочет и также внезапно исчезает. Даже если это не телепортация, то это явно сверхчеловеческая скорость. Плюс зеленый может... Пролезать в самые узкие места. За ваше здоровье и за мое очко. Например, он смог сбежать из дома Синди по 8-метровому дымоходу, внутренний диаметр которого составлял всего 25 сантиметров. На это ему потребовалась одна секунда. И вот такое существо наш как победитель хочет победить. Что ж, это будет даже забавно. Нет. Есть у Гринча и слабость, если ее можно вообще так назвать. В книгах, мультфильмах и фильме 2000 года это доброта. Если относиться к зеленому с пониманием и заботой, то он перестанет быть злым. Его сердце увеличится в три раза и он превратится в добряка. В фильме зловредный единственный способ уничтожить Гринча, опять же, сделать его добрым, как бы странно это ни звучало. Тогда его сердце слишком увеличится в размерах и просто взорвется внутри тела, после чего монстр погибнет. Хотя и тут все неоднозначно. Концовка фильма намекает, что побежденный таким образом Гринч переместится в свое логово на горе, где будет восстанавливаться в течение года, чтобы на следующее Рождество опять приступить к выпиливанию людей Ньювеля. Со способностями разобрались, теперь давайте займемся советами. Для вашего удобства я на своем канале Краткий Капитан сделал пересказ зловредного. Ссылка будет в описании. Если совсем коротко, то Гринч случайно убивает мать девочки по имени Синди. При этом зеленый становится злым и начинает выпиливать всех, кто использует рождественскую атрибутику. Синди с отцом уезжает из Ньювеля, а через много лет возвращается. Тут Гринч кончает папку Синди, а ее забирают в больничку медики. Какие же советы Синема Саммери дает по этой части фильма? Нам и Синди предлагают два варианта. Либо свалить из города, либо доказать существование Гринча жителям Ньювеля и покарать его. Жители, правда, в зеленого особо не верят, считая Синди сумасшедшей. Зачем его только из больницы выпустили? Саммери предлагает не трусить и дать монстру бой. И сейчас я и все зрители, которые вместе со мной разбирали другие видосы этого «Как победителя» такие «А какого хрена?» Странно слышать нечто подобное от Саммери. Ведь он при любом удобном случае всегда предлагал валить, попутно подставляя всех своих родных и друзей. Брэд, ты сделай что-нибудь! Ладно! Как бы то ни было, как победитель предлагает сперва доказать существование Гринча. И это очень хороший совет. За исключением одной маленькой детали. Главная героиня Синди треть фильма именно этим и занималась. Саммери делает вид, что в фильме этого не было. И сразу же предлагает с подозрением относиться к шерифу Хуперу. Какой-то он весь не такой. Да и по-любому, так или иначе, во всем виноват представитель закона. Почему в самом начале Саммери делает подобные выводы, не имея никаких на это оснований? Да все очень просто. В конце фильма окажется, что Хупер действительно знал о Гринче. Шериф всячески пытался минимизировать жертвы среди жителей города. Подкармливая монстры животными. Когда это не помогло, в ход пошли туристы. Которых Хупер и мэр Ньювеля заманивали в город красочной рекламой. Так Гринч насыщался приезжими. А жители города оставались целыми и в невидении о промышляющем рядом с ними монстре. После того, как Саммери своим невероятным дедуктивным талантом распознал плохиша в шерифе, он тут же, благодаря своим сверхчеловеческим логическим вычислениям, заявляет, что Синди может рассчитывать только на себя. Вы не подумайте, это никак не связано с тем, что в фильме Синди рассчитывала только на себя. Нет, 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 нет. Это совпадение. Только и все. Сперва нам предлагают обыскать наш дом на наличии улик. Гринч после нападения на папку Синди по-любому должен был оставить после себя что-то, благодаря чему мы могли бы доказать его существование. Ну или хотя бы вычислить место его обитания. Крайне годный совет. Думаю, если бы Синди им воспользовалась, то она намного быстрее бы вычислила. Сука! Я просто уточню на всякий случай, что нам не дали еще ни одного совета, как победить. Все, что сделал Синема Саммери на данный момент, просто повторил действия главной героини, выдав за свои логические выводы. И так сойдет! Затем наступает время охренительных историй, как победитель утверждает, что в доме Синди точно есть шерсть Гринча. Ее надо найти, собрать в пакет и отправить в лабораторию на исследование. Получив результаты, Синди смогла бы легко доказать, что монстр существует. И тогда все жители города отправились бы его шпилевилить. Проблема в этом совете в том, что сегодня шерсть в доме не все могут найти. Точнее, найти могут не только лишь все. Мало кто может это сделать. Ну или, проще говоря, шерсть в доме Синди не нашла. Эксперимент, очевидно, неудачный. Дальше нам предлагают найти следы ног Гринча возле дома. И эту улику предоставить полиции в качестве доказательства существования убийцы отца Синди. Отца Синди. Отца Синди. Отца Синди. В качестве доказательства существования убийцы папки Синди. Ну, во-первых, полиция и так квалифицировала дело отца Синди. Сука. Ну, во-первых, полиция и так квалифицировала дело папы Синди как убийство. А во-вторых, Гринча не оставила отпечатков ног. Так как он успешно свалил через дымоход и благополучно улетел в свое логово. Изи. Но Синема Саммери не унимается. Он предлагает показать найденные улики, шерсть и отпечатки. Какой-нибудь газете в надежде, что она напечатает об этом статью. Ну, то есть показать то, чего нет. И в итоге получить статью про сумасшедшую бабу, верящую в зеленого монстра. Гениальный план, если я все правильно понял. Однако, по мнению Саммери, на статью обратит внимание такая организация, как Люди в Черном. И они обязательно приедут обезвреживать монстра. А че сразу не обратиться в фонд SCP? По-моему, Гринч больше соответствует их профилю. Затем Саммери почему-то советует покинуть город и не сражаться с Гринчем. Но ты же сам вначале говорил, что мы обязательно должны дать бой зеленому. Что за ебучая шизофазия? Ничего не понимаю. Идем дальше. Синди, конечно же, благодаря совету Синема Саммери, находит в доме растение, выясняет, где оно растет и идет в горы. Тут она случайно попадает в какую-то пещеру, находит там чей-то бумажник, а после выбирается. И замечает, как Гринч нападает на влюбленную парочку. Синди Аки Рэмбо Хуембо спасает их, отоварив зеленого камнями по хлебососу. На самом деле, Гринч убежал лишь потому, что одна из жертв была в шапке Санты, и при нападении шапец с нее слетел. Тут выясняется одна из особенностей этой версии Гринча. Он нападает только на тех, кто использует или одевает рождественскую атрибутику. Итак, что же советует Синема Саммери? Пожуй, говна! Для начала он хвалит Синди за то, что она воспользовалась его советами, и отправилась на поиски Гринча. Если вдруг кто не понял, что сейчас произошло, то как победитель посмотрел фильм, узнал сюжет, и после выдал действие главной героини за свои умозаключения. А че так можно было, что ли? После этого начинается еще больший бред, хотя, казалось бы, хуже уже быть не может. Нам предлагают воспользоваться помощью криптозоологов. Это такие люди, которые пытаются доказать существование в реальности единорогов, драконов, чупакабр, снежных людей и прочих тварей. А знаете, существование хуя монстров они смогли доказать? НИ-ХУ-Я! Офигенный совет, че уж там. Пока мы будем убеждать нескольких психопатов нам помочь, Рождество закончится, и Гринч просто исчезнет на целый год. Затем Саммери предлагает устроить засаду Гринча у его же пещеры. Кстати, хороший совет. Давайте только не будем уточнять, что именно этим и занимался один из героев фильма по имени Док Зевс. А то окажется, что наш как победитель все еще не дал ни одного рабочего совета. У меня с моргами не все в порядке. После этого Саммери предлагает напасть на Гринча. По его мнению, достаточно будет атаковать его с любым оружием или просто сжечь. Но нам предлагают физически устранить существо, которое неуязвимо к физическому воздействию. Просчитался, но где? После этого мы переходим к Мочилову в ресторане. Гринч нападает на толпу бухих вкал Санта-Клаусов, и без труда всех их фарширует смертью. Какие же советы нам дают? А буханым в срокотан и плохо соображающим Клаусом советуют напасть толпой на Гринча, и забить его без особого труда. Но забить неубиваемое существо, которое в десятки раз сильнее любого человека. Понимая, что сморозил чушь, Саммери возвращается к своей стандартной тактике и предлагает пожертвовать своими друзьями, чтобы спастись самому. Прости, пирожок, но зеленый может учуять рождественскую атрибутику за многие километры. И выжить этим Сантом было попросту невозможно. Они же не знали, что если бы они сняли свои наряды, то они бы выжили. Затем Саммери делает просто невероятные выводы. Он решает, что Гринч агрится на всякие рождественские ништяки, и поэтому советует соорудить из них ловушку. Когда зеленый придет выяснять в чем дело, тут-то мы на него и нападем. То есть сделаем все то же самое, что было показано в фильме. Помимо этого, двум другим героям, Берку Голдману и Доку Зевсу, советуют взять пистолеты с автоматами и отправиться гасить Гринча в его же пещере. Саммери предлагает отправиться убивать неубиваемое существо. А после того, как у нас кончатся патроны, мы попросту станем его обедом. Огнестрельное оружие и гранаты могут временно затормозить Гринча, но уничтожить они его не в состоянии. Вы уж простите, но этот совет явно заслуживает медаль за тупость. Затем Гринч потрошит владельца забегаловки, которому по ошибке доставили рождественские украшения. Саммери говорит, что все жители Ньювеля знали об опасности использования подобных украшений, а потому сразу же должны были заподозрить неладные при их виде. И это, друзья мои, пиздеж. Жители Ньювеля не знали про опасность рождественских украшений. По закону города эти украшения нельзя было использовать, но почему никто из жителей, кроме шерифа и мэра, не знали? А потому владелец забегаловки понятия не имел, в чем была опасность доставленной ему посылки. Поэтому все советы относительно этой ситуации не имеют никакого смысла. Дальше Синди тренируется и готовится встретить Гринча у себя дома. Используя многочисленные ловушки и оружие, ей удается временно взять превосходство над монстром. Тут она понимает, что Гринч стал злым не по своей воле. Синди прощает зеленого за убийство своих родителей и целует его в щеку. После чего Гринч становится добрым. Его сердце увеличивается в размерах и взрывается. Хэппи-энд, мазафакеры! Синема Саммери, как обычно, считает, что план Синди говно. И что кому-то в этом мире все еще нужны его тупые советы. Он предлагает Синди использовать бензопилу. Ну, вместо более простого в использовании огнестрельного оружия, которым девушка смогла успешно временно обезвредить монстра, чтобы его поцеловать и сделать добрым. Мдаааа. И это все. За весь ролик мы не получили ни одного совета, как победить Гринча. Мы в дерьме! Более того, все предложения были в разы хуже, чем те действия, которые совершали герои фильма. Вот такая шляпа. А я ушел писать новый сценарий. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok